Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами об одной очень важной проблеме, с которой столкнулись многие наши зрители. Во многих регионах наконец-то наступило тепло. Однако вместе с теплом пришли грозы, проливные дожди. Для кого-то дождь благо. Вот в Беларуси мы их ждали, ждали, дождались. Земля промокла, теперь тепло пришло. И мы надеемся на хороший рост растений. А у кого-то этих дождей оказалось слишком много. Это привело к тому, что растения подтопились, затопились. Чем грозит подтопление растений? В первую очередь эта проблема связана с вытеснением воздуха, кислорода из почвы. Из-за этого корни начинают задыхаться. Несмотря на то, что растение снабжает корневую систему воздухом, Ну, все-таки корни в почве находятся глубоко. Однако этого снабжения кислородом корням не хватает. Неделю растения могут постоять максимум две в таком затопленном состоянии. Затем они начинают активно отмирать. Листья увядают, растения перестают нормально питаться. Нижний насос не работает, не нагоняет как следует влагу в листья. И растения в конечном счете погибают. Очень хочется в этих условиях своим растениям помочь. Каким образом? Ну, конечно, влагу можно увести только физически. То есть прокопать, прорыть какие-то водоотводящие сооружения, каналы, для того, чтобы вода собралась и в какое-то более низкое место ушла. Иногда этот способ является буквально единственным для того, чтобы оставить свой огород в нормальном состоянии. Но я по себе знаю, по своей истории, так сказать, знаю, что не всегда вообще физически это возможно. И вот если к тому моменту, когда ваши растения уже освободились от воды, когда вода ушла, высохла, здесь есть несколько способов, которые значительно помогут улучшить состояние ваших растений после затопления. В первую очередь необходимо разрушить корку, которая образуется на поверхности почвы после высыхания. Там сперва делается такой как бы ил, потом корка, и эта корка не дает нормально проникать воздуху в почву. Поэтому нужно как следует эту корку разбить, немножечко взрыхлить почву, чтобы она немножко саэрировалась. Вторая очень серьезная проблема – это миграция азота. Вот азот является, особенно нитратный азот, является наиболее подвижным таким элементом питания, который из-за продолжительных осадков очень быстро, вот уходит из почвы. Особенно опасно это на песчаных почвах. С одной стороны, песчаные почвы более влагопроницаемые, вода с них быстро уходит. С другой стороны, вместе с ней очень быстро уходит и азот. Более глинистые, более тяжелые почвы, они, конечно же, задерживают влагу на более долгий период. Но в то же время в них остается и больше азота. Как бы там ни было, почву, потопленную почву, растения на потопленной почве обязательно нужно подкормить. Какое удобрение выбрать? Аммонийное, например, сульфат, аммония. Или выбрать нитратное удобрение, например, какую-нибудь из селитр, там, калевую селитру или аммиачную селитру, или еще какую-то селитру. Поэтому предпочтение при подкормке растений после подтопления необходимо отдать, конечно же, селитрам, то есть тому азоту, который ушел из почвы. Почему это так важно? Дело в том, что многие микроорганизмы используют аммоний в качестве источника энергии. Они превращают аммоний в нитраты. Аммоний является бескислородной формой азота в почве, а нитраты кислородной формой азота. Для того, чтобы превратить одно в другое, бактериям нужен кислород. И вот тот кислород, который начнет после уже того, как вода сошла, постепенно проникать в почву, будет очень быстро съедаться бактериями, которые будут превращать аммоний в нитраты, то есть осуществлять нитрификацию. Поэтому вам необходимо использовать нитратный азот, какие-то селитры для того, чтобы подкормить ваши растения, чтобы они тронулись снова в рост. Иногда это помогает восстановить растения практически полностью. Итак, обработка почвы и обязательно подкормки нитратами. Но есть еще одна проблема. Во-первых, надо помнить, что чем выше температура воздуха, соответственно, температура воды, тем в ней меньше кислорода, тем быстрее растения задохнутся. Именно поэтому в жарких условиях, когда растения подтапливаются, гибель растений происходит очень быстро. Поэтому вы должны очень сильно ускориться в том, чтобы освободить свой участок от воды и каким-то образом отвезти ее. И есть еще один важный момент, который затрагивает не только вопросы подтопленных участков, но также и вопросы обработки почвы. Надо помнить, что в анаэробных условиях, в условиях отсутствия кислорода, бактерии, которые живут в почве, начинают превращать нитраты, то есть то быстрое азотное питание, которое растениям абсолютно необходимо для их нормального роста и развития, они начинают его воровать, это нитратное питание, и начинают превращать этот азот в обыкновенный азот, которым мы дышим и который улетает в атмосферу. До 50% нитратного азота, которое мы вносим вместе с удобрениями, это и органические удобрения, и минеральные удобрения, мы все вносим удобрения, но в той или иной форме, компосты, навоз, жижа, зеленое удобрение, так вот до 5, до половины того азота, который мы носим в почву, улетает в атмосферу из-за деятельности микроорганизмов. Это та дань, которую мы платим для поддержания плодородия почвы, для того, чтобы там микроорганизмы как следует развивались. Чем больше органики в почве, тем больше азота мы теряем в результате деятельности микроорганизмов. И здесь есть очень важный повод задуматься, так ли правы те, кто радеет за минимальную обработку почвы, при которой на отдельных участках, где почва более тяжелая, более глинистая и переувлажненная. Многие слушают блогеров, не принимая во внимание, что такая минимальная обработка почвы годится только для почв, которые страдают от засухи, где недостаточная влагообеспеченность. Так вот, там, где влагообеспеченность достаточная, тщательная аэрация почвы помогает одновременно и сохранить азот. А вот подтопление, напротив, оно и вымывает азот, способствует также развитию анаэробных, то есть не дышащих воздухом, микроорганизмов, которые способствуют улетучиванию этого азота. Именно поэтому еще азот так нужен растениям в любой фазе развития, когда они подверглись подтоплению. Не забудьте эти простые советы для того, чтобы восстановить ваши растения после подтопления. И еще раз задумайтесь о том, так ли уж необходимо минимальная обработка почвы. Иной раз стоит взяться за лопату или плужок и как следует взбить вашу землю, обеспечить ее достаточным количеством кислорода. Растения вам за это скажут спасибо. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин